Здравствуйте, я Батаго Салдангарова. О загрязненности воздуха говорим с автором независимого проекта мониторинга качества воздуха ЭРКС Павлом Платицыным. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, начнем с той новости, которая была обнародована на днях, что Казахстан вошел в 20-ку стран по загрязненности воздуха. Как составляются данные рейтинги? На самом деле это не секрет. Казахстан во время отопительного сезона каждый год входит в эти рейтинги, мы всегда в них лидируем. Рейтинг составляется на основе замеров. Во всех странах, во многих городах существуют станции мониторинга качества воздуха. Они бывают государственные, бывают независимые. Соответственно, существуют ресурсы, которые собирают данные, то есть эти независимые организации и разные гидрометы государственные, они обмениваются информацией. Существуют ресурсы, которые собирают информацию со всех станций в мире. Вот конкретно рейтинг, про который вы говорите, о котором я публиковал, это сайт AQICN, который собирает, с которым и мой проект обменивается данными. И он собирает такие данные по всем остальным странам тоже. И он каждые пять минут публикует рейтинг топ стран с самыми высокими концентрациями загрязняющих веществ. То есть этот рейтинг меняется в зависимости от времени суток, от дня недели и так далее. Но Казахстан там стабильно держится в десятке-двадцатке грязнейших стран мира. И там бывают случаи, за последнюю неделю он входит в топ-3. Выше нас только Индия и Кыргызстан. Давайте говорить о причинах тогда загрязненности. Причины... Ну, загрязнение воздуха это очень сложный процесс, состоящий из многих факторов. И причин тоже несколько. Но основная причина, почему наблюдается резкий рост загрязнения воздуха с середины октября по середину апреля практически во всех городах Казахстана, это сезонность и отопление, для которого у нас используется твердое топливо, в основном уголь. Не секрет, что энергетика у нас на 80% состоит из сжигания угля. Соответственно, продукты сжигания угля, они загрязняют воздух и являются одной из основных причин смога. Ну и непосредственно, конечно же, и автомобили также, частный сектор, который тоже топится там не только углем, но и там всяким мусором. Все это в совокупности. Плюс то, что зимой условия проветривания для атмосферы хуже. Соответственно, выбросы увеличиваются, а рассеивание уменьшается. И все это в совокупности приводит к тому, что концентрация загрязняющих веществ, она сильно растет. Давайте сразу проговорим о последствиях, да, вот именно этой загрязненности. К чему это приводит? Вы знаете, если сейчас начать перечислять, какие последствия для здоровья человека может нести загрязнение воздуха, то нам не хватит, я не знаю, целого дня. То есть это реально огромные тома медицинской энциклопедии. Большинство из заболеваний, в том числе, вызывается загрязнением воздуха. Буквально вчера я опубликовал новость о том, что, значит, ученые китайские совместно с американскими доказали, что загрязнение воздуха приводит к активации генов в организме человека, которые отвечают за развитие депрессии. То есть загрязнение воздуха буквально увеличивает риск развития депрессии. Не говоря уже о сердечно-сосудистых заболеваниях, о легочных заболеваниях. Различные аутоиммунные аллергии, там артриты и артрозы могут быть связаны с загрязнением воздуха. У беременных женщин это риск выкидыша, риск, значит, преждевременных родов. Для внутриутробного развития это риск, значит, неполноценного умственного развития ребенка. Для людей старшего возраста это деменция. Ну, то есть, круг заболеваний настолько огромный, что существует, на самом деле, очень четкая зависимость. Она уже посчитана между концентрациями загрязняющих веществ и количеством лет, которые человек не доживет из-за того, что он проживает в загрязненном воздухе. Для особо тяжелых там случаев загрязнения это исчисляется годами и там есть вплоть до 8 лет сокращается средняя продолжительность жизни. То есть, мы с вами буквально умираем раньше из-за того, что воздух загрязнен. Воздух, загрязнение воздуха является первой причиной смертности в мире. Это уже доказано. Значит, это гораздо более распространенная причина, чем все сердечно-сосудистые заболевания, чем все там инфаркты, инсульты, чем все войны и все акты терроризма вместе взяты. То есть, загрязнение воздуха находится на первом месте. И, к сожалению, статистика, то есть, доля загрязнения воздуха в причинах смертности только растет, потому что ситуация с качеством воздуха, она не улучшается. Павел, у вас есть псевдоним Павел Александров. И именно под этим именем вы известны общественности. И это ваше хобби, которым вы занялись несколько лет назад. Как это все произошло? Ну, проект начался 5 лет назад, собственно, с личного интереса. Я хотел знать, что происходит за окном. То есть, не было на тот момент, как это сейчас не покажется странным, но не было никаких ресурсов, которые бы могли в оперативном режиме говорить о качестве воздуха. Данные Казгидромета, они были всегда в виде аналитических сведений, которые публиковались через месяц. Каких-то таких сайтов мониторинга тоже не было. Был единственный проект Алматы Урбанэйр. АУА, у них был один датчик, одна станция у них была в центре Алматы, которая потом через какое-то время перестала передавать данные. И именно в этот момент я понял, что мне нужны такие данные и что эту проблему я могу решить сам. На карте мира в этот момент Казахстан был белым пятном. Совершенно верно. Казахстан на тот момент на карте мира был совершенно пуст. То есть, в России было очень мало датчиков, в Казахстане не было ничего, было полно датчиков в Китае, в Индии, в Европе, в США, в Канаде. То есть, во всех странах мира Казахстан был просто реально белым пятном, потому что данные о качестве воздуха не передавались на мировые аналитические ресурсы. Поэтому мы ничего об этом не знали. Но, как бы, дальше трансляция вот этой информации на мировые порталы, это уже был второй шаг. Сначала я хотел просто знать для себя. Потом я, значит, эти станции раздал друзьям. Ну, создал сайт, раздал друзьям, потому что друзья тоже просили. И в какой-то момент я понял, что это интересно там не только мне и какому-то узкому кругу лиц, что это может быть интересно многим людям. И появился такой проект. Честно говоря, никогда я не задумывал его как некий социальный проект. Но так получилось, и я продолжаю его вести, просто потому что я понимаю, что там это тысячам людей, это интересно. А была ли задача его как-то защитить себя, своих родных от воздействия? Это ключевая была задача, потому что не секрет, что когда ты зимой открываешь окно в Алмате, то первое, что нужно сделать, это понюхать воздух. Потому что воздух в Алмате пахнет, как будто там жарят шашлык у тебя под окнами. И мы каждый раз так делали, то есть открывали окно, нюхали воздух, решая, можно ли проветрить квартиру. Не секрет, что квартиру надо проветривать, да? То есть невозможно все время, там полгода жить за закрытыми окнами. И в какой-то момент, ну и поскольку понятно, что пахнет это не просто там неприятный запах, это загрязняющие вещества, которые вредны, то, соответственно, станции, личная одна станция, она была способом знать эту информацию и уберечь свою семью от грязного воздуха. Когда стало понятно, что воздух у нас грязный полгода в году, то я, значит, собрал дома систему фильтрации приточно-вытяжную, и, по крайней мере, дома я нахожусь там в чистой атмосфере. Проблема в том, что невозможно запереться у себя в капсуле в чистой, да, и прожить так полгода. Нужно выходить на улицу, там дети ходят в школы, в детские сады, нужно ходить на работу, и всегда в этот момент ты подвергаешься воздействию высоких концентраций загрязняющих веществ. И это большая проблема. Да, одним из заболеваний называется аллергия. Аллергия, да, это одно из сильнейших заболеваний, возникающих именно в том числе и во многом благодаря загрязнению воздуха. Не секрет, что в Алма-Ате до половины населения аллергики в той или иной степени, и виновата здесь ни вода, ни еда, ни цветение растений. Виноваты именно загрязнения воздуха. Не секрет же, опять же, что у большинства аллергиков алматинских симптомы проходят, стоит им сменить город проживания. И это огромная проблема, потому что аллергия – это не просто когда там сопли и слезы из глаз, это сильнейшее, вреднейшее аутоиммунное заболевание, которое, собственно, оказывает влияние на весь организм. То есть это страдает, в первую очередь, иммунная система, что особенно важно в наши годы, когда у нас коронавирус бушует, и от качества иммунной системы человека зависит даже его выживание. Как это происходит? Вы можете рассказать, вот эти микрочастицы, которые проникают в организм? Проект мониторинга, он оценивает, фактически в воздухе могут содержаться разные загрязняющие вещества. Мои, значит, станции, они измеряют только ПМ-2,5 и ПМ-10. Это мелкодисперсные частицы, это мелкая-мелкая пыль с размером частиц 2,5 микрона и 10 микрон. Наиболее опасными являются частицы, считаются сейчас частицы с размером 2,5 микрона и менее, потому что ввиду своего маленького размера они могут легко проникать в организм, минуя биологические барьеры. То есть они не задерживаются ни в носоглотке, ни в легких. Они проникают непосредственно в кровоток через альвеолы. И находясь уже в организме, они вызывают множественные реакции, в том числе от иммунной системы, потому что иммунная система воспринимает эти частицы как чужеродные, как вирус. Ну, реакция такая же. Начинает с ними бороться. Потом эти частицы, они могут оказывать влияние на сердечно-сосудистые, на опорно-двигательный аппарат. То есть дальше уже как бы в организме где тонко, там и рвется. Эти частицы, они становятся тем катализатором, который провоцирует различные заболевания. То есть их список огромный. Он уже сотнями заболеваний исчисляется с доказанной достоверностью того, что загрязнение воздуха является провоцирующим фактором для возникновения этих заболеваний. И, к сожалению, уберечься от них очень сложно, потому что это очень мелкие частицы. Ну, все мы знаем, да, типичный алматинский подоконник, да, когда-то часто проветривает, что вот эти откосы, подоконник весь покрывается черной сажей. А это как раз те самые частицы, которых невозможно вымыть, они въедаются там во все. Ну, давайте перейдем к следующей части. Что делать? Что мы можем сделать? Что вы можете сделать? Что делает государство? Эти же все проблемы знает и Управление здравоохранения, и Министерство здравоохранения, да, и КАЗ-гидромет наверняка дает информацию об этом, да. Давайте с КАЗ-гидрометом начнем. Действительно, государство это же не какой-то монолит. Он состоит из большого количества разных структур. Каждый отвечает за что-то свое, как у Райкина. Я пуговицы пришивал. К пуговицам претензии есть? К пуговицам претензии нет. К КАЗ-гидромет, его основная задача это мониторить там воздух, воду, почву и сигнализировать о проблеме. И они этим занимаются. То есть они мониторят. У нас с ними есть сотрудничество. То есть они используют не только данные с моей станции, но даже сами мои станции мониторинга загрязнения устанавливаются непосредственно на постах КАЗ-гидромета. То есть у нас очень плотное сотрудничество. И они эти данные принимают, и они их добавляют в свои бюллетени, и эта информация потом отправляется, значит, в исполнительные органы, в Акиматы, в Министерство и так далее. Проблема в том, что дальше потом ничего не происходит. Кроме постулирования проблемы, никаких действий связанных не предпринимается. То есть дальнейшая уже реакция, она на совести Акиматов. Кто должен принимать? Основную роль здесь играют Акиматы городов. Потому что в их ведении Акиматы имеют у нас огромные полномочия. Они располагают огромными бюджетами. У них есть большое количество полномочий. Все остальные структуры подчиняются фактически Акиматам. Не секрет, что даже МВД подчиняется Акимату в той или иной степени. И несмотря на такое огромное количество власти и возможностей, Акиматы занимают абсолютно индифферентную позицию. То есть никаких действий не предпринимается, значит, кроме создания видимости работы. Была принята дорожная карта, так называемая, они очень любят дорожные карты. Дорожная карта по качеству воздуха Алматы и Астаны, состоящая из 30 пунктов. 16 из них относятся к Алмате. И Акимат уже даже с полгода назад отчитывался, что 9 пунктов из 16 успешно выполнены. То есть вы понимаете, что их интересует больше формальная сторона вопроса, чем то, что происходит на улице. То есть мы с вами видим каждое утро, что воздух, он настолько плотный, что его можно потрогать. Дома уже скрылись у меня из окна офиса. Если раньше я мог видеть там, с Альфараби я мог видеть Барундайский холм. Так ясно, как будто рукой потрогать. Сейчас я не вижу там дома за 2 квартала от меня. Все укрыто густой пеленой смога. Но это не мешает и департаменту экологии, и Акимату успешно отчитываться, что вот у нас работа ведется, и мы там уже достигли каких-то целей. Ну а что ведется? Вот вы отслеживаете? Вот эти 9 пунктов вообще как-то в работе были видны? Все очень формально. Они отчитываются, что проведена 99% газификация частного сектора. Частный сектор – это один из крупных загрязнителей. То есть они сжигают в своих печах уголь. Кто-то топится там резиной, покрышками в печах не только для отопления, но и для бань. Мусор сжигают, кто-то пластик сжет. Все это, соответственно, выбрасывается в воздух. Акимат отчитывается, что у них 99% газификация частного сектора. Если вы спуститесь там ниже Рыскулова в частный сектор, особенно в пятницу вечером, вы увидите, какие столбы черного дыма из труб частного сектора выходят. И очевидно, что цифра 99% она не просто там далека от реальности, она вообще с другой планеты. Но Акимат отчитался, и ему хорошо. То есть этот пункт, они там галочку поставили, они его выполнили. Хотя на самом деле это имитация работы. Алмата имеет особый статус. Акимат может решением, то есть может собрать там, тут же Можилис, может собраться и принять запрет на сжигание твердого топлива. Чтобы появилось основание усиленно газифицировать и запрещать в частном секторе сжигать мусор и твердое топливо. Это привело бы к значительному улучшению качества воздуха именно в этой части. Потому что частный сектор сжигает в сравнительных объемах меньше, чем ТЭЦ. Но за счет того, что фильтров никаких на трубах нет, соответственно, доля выбросов тоже очень высокая. Это мы говорим частный сектор. Дальше ТЭЦ. Газификация ТЭЦ-2 это вопрос, который обсуждается годами. Еще в 2017 году бывший президент давал поручение к 2020 году перевести ТЭЦ-2 на газ. Уже 2021 закончился. Ничего не произведено. Даже ТЭО, еще технико-экономическое обоснование не готово. То есть там работы не просто не начаты, они еще даже к бумажкам не приступили. И они все эти годы обсуждают, какой вариант. Понятно, что это не совсем Акимат. Это там Самрук, Министерство энергетики и так далее. Но Акимат имеет все возможности педалировать этот вопрос, ускорить его решение. Потому что это вопрос критически важный для жизни горожан. Что касается автомобилей. Акимат сетует, что автомобили загрязняют воздух. Байбек приводил всегда цифры, предыдущий наш Аким, что 80% загрязнения это значит на совести автомобилей. То есть это прекрасная возможность спихнуть ответственность за проблему на самих граждан. Сказать им, вы сами ездите, вы загрязняете, отстаньте от нас. Уже давно доказано, что эти цифры липовые, что они взяты с потолка. Все равно там называются, кто-то считает, что автомобили это главный источник, что нужно автомобили запретить. Хорошо, предположим, автомобили это серьезный источник загрязнения воздуха. Что нужно сделать, чтобы снизить количество автомобилей? Запретами этого не добиться. Людям нужно перемещаться по улицам. Единственное, что может снизить количество автомобилей, это развитие общественного транспорта. Ничего в этом направлении не делается. Значит, автобусные полосы сделаны, автобусов нет, чтобы по ним ездить. За эти годы, что я слежу за темой, за 5-7 лет, количество автобусов не выросло. Автобусы вы имеете в виду не только в городе, но и в пригородах. Я сейчас только даже про город говорю. Есть там порядка 1600 автобусов плюс троллейбусов, и эта цифра, она вот из года в год одна и та же, и даже, по-моему, сокращается. Если брать там с советским временем, когда город был гораздо меньше, и пассажиров было гораздо меньше, так там количество автобусов было больше, чем сейчас. То есть наш общественный транспорт на самом деле, он стагнирует, он находится в состоянии, ну, никаком. Все мы знаем, насколько плохого качество водители на этих автобусах, насколько небезопасно. Аварии сейчас с этим общественным транспортом происходят буквально каждый день. Люди боятся садиться в автобусы. В автобусы сейчас нет места. Там, с учетом, опять же, эпид-обстановки, да, люди сидят друг у друга на головах, потому что в автобусы просто переполнены. Люди не могут пересесть с автомобилей на автобусы, потому что автобусов не хватает. Нужно увеличивать минимум вдвое, а то и втрое количество подвижного состава, чтобы люди, наконец, могли отказаться от автомобилей, сесть на автобусы и, соответственно, да, меньше загрязнять. Потому что понятно, что если автобус везет 50 человек, то это экономичнее, чем если это будет 50 автомобилей, в каждом из которых сидит один. Количество выбросов, и места на дорогах, и все остальное прочее. К сожалению, ни велосипеды, ни самокаты не могут стать способом решить проблему, потому что они недоступны большинству граждан. Ну, не поедет мама с двумя детьми на самокате, да, это небезопасно. Или там бабушка с корзинкой на базар, да, на велосипеде. Это нереально. Да, будет какая-то доля людей, которые будут пользоваться таким транспортом, но большинству нужен общественный транспорт. Если говорить про пригороды, там вообще ничего не происходит. Недавно читал новость, оказывается, жители Толгара, чтобы добраться в Алмату, вынуждены ехать сначала в Исык, чтобы сесть на автобус, потому что нет автобусов даже с Толгаром. Соответственно, естественно, что все эти жители пригородов, они вынуждены садиться на свои автомобили, не всегда свежие и экологичные для того, чтобы добираться в город. Кемат сетует, что 200 тысяч автомобилей ежедневно въезжает в город из пригорода. Конечно, они въезжают, потому что люди сюда приезжают работать, в том числе развивать экономику города, создавать прибавочный продукт. Их невозможно заставить сидеть у себя в пригородах, где нет работы, потому что это фактически означает смерть для людей. У людей должна быть альтернатива. Про электрички уже даже никто не говорит. Ну, хотя бы автобусы. Они должны быть, они должны быть надежными, люди должны им доверять, в них должно быть достаточно места. Это резко снизит количество автомобилей на улицах города и, соответственно, разгрузит в том числе и воздух от этих выбросов. Но ничего этого не делается, проходят годы. Мы говорим даже элементарное о том, что система информирования граждан, горожан о качестве воздуха до сих пор не запущена. Они сделали эти LED-экраны, на которых информация в неудобоваримом формате публикуется. И больше ничего. Мы живем все с вами в Алма-Ате, мы знаем, что стоит где-нибудь в предгорьях пойти дождю, ДЧС присылает вам смс-ку о том, что где-то там, в Алматинской области, пошел дождь или ветер там 17 метров в секунду. Хотя я, живя в городе, этого вообще не ощущаю. Меня это не интересует. Меня интересует качество воздуха. Система информирования есть, но она не используется для того, чтобы информировать людей о жизненно важных параметрах, как о качестве воздуха. Для Акимата, то есть, чтобы запустить эту систему, информировать нас о том, что качество воздуха неудовлетворительное, работы буквально на полдня. У Акимата есть данные о качестве воздуха. У Акимата есть доступ к системе информирования. Просто нужно соединить одно с другим, да, там полдня работы программиста, для того, чтобы все мы с вами могли получать информацию и, по крайней мере, защитить себя. Надеть маску, закрыть окно, может быть, не пользоваться автомобилем, если ты сознательный, не разжигать костер просто, потому что тебе Акимат прислал информацию, что воздух и так уже не пригоден для дыхания. Не заниматься спортом, потому что занятия спортом на свежем воздухе, который у нас уже давно не свежий, при высоких концентрациях загрязняющих веществ, имеет множественные негативные последствия для здоровья. Человек думает, что он как бы оздоровляется, а на самом деле он гробит себя, и последствия будут не сегодня, он не упадет, не умрет после тренировки. Но через 3-5 лет у него разобьется какая-нибудь аллергия или рак легких. И он никогда это не свяжет с загрязнением воздуха, но фактической причиной будет загрязнение воздуха. А бездействие исполнительных органов приводит к тому, что люди по незнанию, большинство людей у нас до сих пор еще уверено, что это не смог, а туман. Люди по незнанию подвергают себя воздействию высоких концентраций загрязняющих веществ, именно потому, что те, кто обязан этим заниматься, этим не занимаются. Минздрав у нас, значит, постоянно делает отписки, он не хочет пересматривать САНПИНы, санитарные нормы и правила в части ПДК. Казахстанская ПДК, допустим, по тем же ПМ 2,5 составляет 35 микрограмм, предельно допустимая концентрация, 35 микрограмм на кубический метр, среднесуточная. ВОЗ уже рекомендует 15 микрограмм. То есть наши нормативы и так в 2,5 раза мягче, чем во всем мире. И Минздрав делает отписки о том, что это слишком, значит, длительная работа. То есть они фактически игнорируют, Казгидромет к ним обращался с этим вопросом, что нам нужно вводить индекс качества воздуха, так как делает весь мир, AQI. Нам нужно пересматривать САНПИНы, потому что наши САНПИНы, они еще из советских времен, они не соответствуют новейшим данным о здоровье, о вреде здоровью. Но, опять же, здесь ничего не происходит. То есть это массовое дилетантство и массовая недееспособность исполнительных органов приводит к тому, что люди, многие по незнанию, подвергают себя загрязнению воздуха. Эта проблема огромная, она растет. Скажите, пожалуйста, какие организации продвигают вот эти вот идеи, работы над этим вопросом? К кому нам присоединиться для того, чтобы выразить свое мнение? Да, вы знаете, существует масса, я, честно говоря, не особый вот экоактивист, да, я там не очень плотно работаю с этими организациями, но я знаю, что существует у нас там, у меня есть зеленое спасение, есть люди, которые занимаются непосредственно... Но они к вам обращаются за нами? Мы с ними сотрудничаем, со многими. Ну, что говорить, я... У нас была в феврале этого года большая встреча, на которую приезжал, значит, руководитель департамента экологического регулирования, что ли, из Астаны. Были руководители местного Алматинской области департамента экологического регулирования, были представители КАЗ Гидромета, там их было 15 человек на меня одного. Мы обсуждали систему информирования о качестве воздуха. Ну, Акимата, кстати, не было на этой встрече, хотя, ну, встречу организовал КАЗ Гидромет, они, кто согласился, тех позвали. Акимат тоже звали, но Акимат у нас очень индифферентен. Где бюджеты расходовать, там они первые, а где работать, там, значит, их никого нет. С февраля этого года вопрос обсуждался. У меня есть протокол подписанный, в том числе с департаментом этим экологии, который при Министерстве экологии, о том, что это надо делать. Ничего не сделано. То есть, все разговоры сходятся к тому, что нужно собраться и поболтать, подписать какую-нибудь бумажку и забыть об этой теме на полгода. К сожалению, проблема в том, что гражданское общество слишком разобщено. Оно не может собраться и требовать. Не может, не хочет. Может быть, люди заняты там, ну, ежедневным выживанием. Но я вижу, что давление на тех, кто должен выполнять эту работу, оно недостаточно сильное. Оно настолько, настолько мы тактичны в своих требованиях, что это позволяет чиновникам легко игнорировать нас. То есть, наш голос слишком тихий. Но я же имею право на чистый воздух. К сожалению, да. Вот это очень хороший вопрос. И немногие казахстанцы знают, к сожалению, не все читали у нас Конституцию, что право на благоприятную окружающую среду было исключено из Конституции. В настоящей Конституции, уже много, с 95-го года, в нашей Конституции нет права, у нас с вами нет права на благоприятную окружающую среду. Была именно такая формулировка, что граждане Казахстана имеют право на благоприятную окружающую среду. И именно этот пункт был вычеркнут. В настоящей Конституции есть какая-то мешанина из слов о том, что государство берет приоритетом соблюдение, сохранение. Но права у нас с вами нет. Поэтому, может быть, еще и это одна из причин, почему чиновники так лихо игнорируют наше желание на чистый воздух, на чистую воду, ну и так далее. Может быть, хотя бы с этого нам стоит начать тогда, если не слышат голоса людей из экологических организаций. Может быть, ситуация критическая, и это давно уже назрело, потому что мы с вами буквально болеем и умираем. Именно потому, что мы лишены не только права, но и возможности жить в благоприятной экологической среде. Полгода в Алма-Ате, четко середина октября по середину апреля, наблюдается катастрофическое состояние качества воздуха. Без преувеличения катастрофическое. Но мы об этом слышим только от редких журналистов, от редких активистов и в соцсетях от самих граждан. Они публикуют фотографии смога. Никакой позиции ни Акиматы, ни другие исполнительные органы по поводу решения этой проблемы никакой позиции не принимают. Я считаю, что мы сегодня хорошо поговорили. Спасибо вам большое. И этот разговор поможет нам всем активироваться, активизировать свои действия для того, чтобы защитить себя. Спасибо вам большое, Павел. Желаю вам успехов. Не опускайте, пожалуйста, руки и продолжайте свою работу. Спасибо. Спасибо вам.